Добрый день, уважаемые участники Олимпиады! Я рада вас приветствовать! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Сегодня я проведу для вас разбор заданий районного этапа в категории 7-8 классов. Давайте посмотрим, что же нам требовалось сделать. Итак, на районном этапе у нас были представлены следующие виды заданий. Как всегда, первое задание – это аудирование. 15 баллов можно было получить максимально за выполнение правильно всех-всех-всех вопросов. Далее – это лексико-грамматический тест – 20 баллов. Лингва-страноведение – традиционные 10 вопросов по культуре, истории Италии. И чтение – завершающее задание из этой категории. За него можно было получить 15 баллов. Итого – общая сумма баллов, максимально доступный балл в категории 7-8 класса у нас составляет 60 баллов. Ну что, друзья, давайте внимательно посмотрим, какие же именно задания нам были предложены в этом году и какие, собственно, ответы нам нужно было дать на поставленные вопросы. Давайте разбираться. Итак, традиционно у нас задание по Олимпиаде и по итальянскому языку открывает первый блок – это аудирование. И задание 1. Нам с вами были представлены 7 фраз. И после прослушивания текста нам нужно было выбрать правдивые данные утверждения или ложные. Давайте смотреть, что же здесь нам нужно было выбрать. Напомню вам, что данный текст у нас в данном тексте, точнее, в данном аудио, нашла речь о том, как можно легко учить иностранный язык. И нам были представлены такие, скажем, 5 советов. И вот, собственно, какие же здесь были представлены утверждения. Первое. Ну, мне кажется, здесь даже не слушая текст, можно было предположить, что это совсем не семплича, это совсем непростая задача – учить иностранный язык. Поэтому правильный вариант ответа B – фальсо. И, действительно, там девушка в самом начале аудирования, она говорит, что что это очень такой трудозатратный процесс. Нумеро 2. Второй вопрос у нас с вами. Здесь тоже, мне кажется, сразу можно было почувствовать некий подвох. Правильным вариантом ответа является B – фальсо. И, действительно, девушка, которая дает нам советы в аудировании, она нам говорит, что самое важное – imparare divertendosi и non stare seduti a un tavolo, leggere un libro. Соответственно, здесь мы находим подтверждение нашему ответу. Поехали дальше. Нумеро 3. Здесь мы выбираем вариант ответа A – «э веро». И находим подтверждение этому в тексте. Нам говорят о том, что Соответственно, играть в ассоциации, создавать эти ассоциации. Выбираем вариант ответа A. Смотрим дальше. Нумеро 4. Безонне эвитаре, би узаре интернет, перимпараре лингвы страньеры. Что нужно избегать. Здесь важно было понять этот глагол «эвитаре», «избегать что-либо делать». Всячески избегать интернета. Ну, конечно же, это фальсо. Вариант ответа B. И этому подтверждение второй совет, который нам дает наш спикер. Она нам говорит «il secondo consiglio e usare интернет». Конечно же, нужно им пользоваться. Нумеро 5. Атраверсо иметь электроничи си поконошере дженте страньера и коммуникаре ин лингвы диверсо. Правильный вариант ответа A – «э веро». Это абсолютная правда. И мы находим с вами этому подтверждение, что «il terzo consiglio e farsi amici si online trovare amici online per parlare con loro e lingua straniera», чтобы разговаривать с ними на иностранном языке, соответственно. Шестой вопрос. «A l'inizio del estudio e meglio non parlare? Perché ci un grande rischio di esboliare?» Конечно же, риск ошибиться велик в самом начале пути, когда мы с вами находимся изучением иностранного языка. Но здесь, конечно, выберем вариант ответа B – фальсо. Я присоединяюсь к тексту этого аудирования. Действительно нужно, наоборот, не бояться ошибиться. И девушка нам здесь говорит. «Non abbiate paura vi parlare?» «Duvete rischiare di esboliare?» Нужно рисковать, ошибаться. И в этом-то и заключается весь процесс обучения иностранного языка. И смотрим с вами седьмой вопрос. Здесь тоже, конечно же, кроется подвох, который заключается в том, что этот вариант ответа у нас B – фальсо. Это ложно, это неправда, потому что, конечно же, «Duvete guardare film lingua straniera?» Здесь, на самом деле, аудирование было прекрасно. Его можно абсолютно точно применить лично к себе. Правда, очень много полезных советов. Можно подчеркнуть, что же делать для того, чтобы учить иностранный язык, в нашем случае итальянский, divertendosi. Более в такой увлекательной, веселой манере, а не классическим способом, сидя за книгой. Поехали дальше. Смотрим второе с вами задание, которое было представлено в категории аудирования. Задание 2. Нам с вами нужно закончить предложение, выбрав правильный ответ из трех – А, В или Чи. Текст у нас остается тот же, поэтому смотрим непосредственно вопросы. И, в общем-то, уже мы с вами ответили даже на этот вопрос, поэтому выбираем вариант ответа А «in modo facile e allegro». Каким образом? Легко и весело. Это самое важное, тогда все значительно лучше запоминается и усваивается. Девятый вопрос, номер 9. И действительно, нам девушка говорит о том, «да уна парола, posso ricavare un'altra», то есть из одного слова я могу сделать другое, и она объясняет, да, что это действительно вот, «creiamo i collegamenti tra le parole», такие вот связки между словами, и это все помогает нам ассоциации. Нумеро 10. «Пер quanto riguarda le risorse интернет, è importante fare una scelta giusta, сделать правильный выбор». Совершенно верно, мы уже увидели, что è importante usar интернет, но важно также fare una scelta giusta delle risorse, да, правильно подбирать ресурсы, которыми мы пользуемся для изучения иностранного языка. Далее смотрим с вами одиннадцатый вопрос. Uno scambio lingüístico e. В данном случае, может быть, вам показалось, что что-то имелось в виду другое, но именно в данном случае, в данном аудировании, девушка подразумевает un modo per praticare la lingua, варианта ответa b. Когда мы находим новых друзей и facciamo questo scambio lingüístico, dice «Io ti insegno l'italiano, tu mi insegni l'arabo» e così via. Таким образом, мы учим друг друга с нашим иностранным другом, да, вот, разные языки, например, да, и мы с ним практикуем его, наш разговор на иностранном языке. Смотрим дальше. Нумеро 12. «Усcire dalla zona di comfort» vuол dire, что же это значит? Правильный вариант ответа «C» «коммуникare facendo errorи grammaticali». В принципе, тоже мы эту же мысль озвучили. Важно делать ошибки. Importante «збагliare», «рисchiare di збагliare». Тринадцатый вопрос. «Ла парте фондаментале ди tutto il processo linguистико e avere il coraggio di parlare». «Avere il coraggio». И там тоже несколько раз у него дублируется эта мысль, что важно иметь эту храбрость говорить и, соответственно, ошибаться. Такие у нее взаимосвязанные два момента получаются. Далее, четырнадцатый вопрос. «Гuardare film e ascoltare la musica in lingua originale serve per che la mente si adatta alla lingua nuova». Действительно, правильный вариант ответа «B». И в тексте у нас звучит, что «doveete», «doveete» «вы должны» «должны» смотреть фильмы in lingua originale на языке оригинала. Это важно потому что «il cervello», «il nostro cervello» «си адапта». Cosи каписше che quella lingua è una lingua amica, è una lingua familiare, что наш мозг «con adaptируется» привыкает к этому иностранному языку. И последний вопрос, пятнадцатый, numero 15. «Ла рагатца dice che си импара «кандо» «чи си диверте». Я думаю, в общем-то, уже исходя из всех вопросов, которые нам с вами здесь встретились, мы можем предположить, о чем именно идет речь. Правда, что самый важный посыл всех этих пяти советов, что, конечно же, главное – получать удовольствие от процесса изучения иностранного языка. «Il verbo divertirsi», «divertimento», «развлекаться». Мне кажется, прекрасные советы. Я думаю, они вам тоже понравились и, надеюсь, пригодятся. А мы поехали дальше смотреть следующее задание, которое у нас было представлено на Олимпиаде. И по традиции это лексико-грамматический тест, 20 баллов. И такой у нас с вами в этот раз был текст, может быть, не совсем простой. Это текст, явно, такая новость, новостная информация из газеты. «Акваторди чьян не соло интре, но нональ суплемент и костре твашейндере». То есть, явно это вот из какой-то местной, локальной итальянской газеты новость про мальчика 14 лет, который один ехал в поезде и вот то, что с ним приключилось, собственно. Давайте смотреть, какие же здесь нужно было выбрать нам с вами варианты ответа. Итак, «ун» и первый пропуск, «ун» и три варианта. Правильный вариант ответа «би» «рогацино», «юноша», «молодой человек», 14 лет, «рогацатчо». Здесь нам представлены, видите, разные такие суффиксы, которые модифицируют, изменяют существительное, и нужно было знать их значение, что «рогацатчо», суффикс «атчо» имеет такую ухудшительную функцию, то есть, явно, это был какой-то нехороший мальчишка, такое уничижительное значение, нам это слово в данном случае здесь совершенно неуместно, не подходит. «рогацоне», «оне» это какой-то увеличительный суффикс, придает увеличение сразу существительному, здесь тоже все-таки явно не об этом идет речь, а нас интересует, что какой-то молодой суффикс «ино», уменьшительно такой, ласкательный, «урогацино» 14 лет, альсуо примо вьянджо, интроену да соло, дириторно «дарома», «дове», то есть нам рассказывается о том, что он был в Риме, куда он что сделал, «эра андато», «авидире», он, куда он съездил, он ездил, нам хочется подчеркнуть вот это предпрошедшее время, то есть то, что случилось еще раньше, чем основное событие повествования, соответственно, воспользуемся временем «тра пасато просиму», «эра андато», «авидире» «уна мостра», выставку, выставка чего? «уна мостра ди фуметти», комиксов, «уна мостра ди фуметти», вариант ответа «чи», мы присоединяем вот это уточнение к слову «мостро», «мостра», простите, «мостра ди фуметти», выставка чего? «без артикля», «ди фуметти», «уточнение». Итак, вот этот наш «рагацино», «эстато фато шендере». Вот такая вот конструкция, что он не сам сошел с поезда, а он был вынужден, то есть его вынудили сойти «шендере». В таком случае у нас с вами эта конструкция выглядит «фар», «фаре» что-то, глагол «фаре» и инфинитив за ним сразу следует без всяческих предлогов. «эстато фато шендере», «даль трено атерни», «перке персвальо», по ошибке он что сделал? Опять же, здесь хочется подчеркнуть вот это предшествование основному действию, и выберем также здесь с вами глагол «фтра пасато просимо», «авеева прейзо у рапидо», что он сел на поезд скоростной, «авеева прейзо у рапидо», «авеева прейзо». Поэтому, видите, у нас буквально с вами в одном предложении встретились два глагола «фтра пасато просимо», поэтому обращайте внимание и на это время тоже, да, оно встречается реже, наверное, в нашей повседневной жизни, но оно для итальянского нам очень важно, потому что нам очень важно подчеркивать вот эти временные соотнесенности в предложении. По-итальянски мы это можем сделать как раз при помощи разных глагольных времен. Смотрим шестой пропуск. Мы с вами выяснили, что он «авеева прейзо рапидо» и «нон» это некое состояние нам хочется передать, что у него не было при этом денег. «Нон авеева», «нон авеева и сольди» выбираем для этой ситуации подходящее время «имперфекто». Смотрим далее. Седьмой пропуск, спускаемся чуть ниже по тексту. Мама была недовольна этим событием, и соответственно «кэ а интенционэ ди скривэр уна лэтера ди протеста». «Авэре интенционэ ди фарэ калкоза», «намериваться что-либо сделать». Управление глагола «авэре интенционэ» и следующее действие в инфинитиве мы с вами пересоединяем через предлог «ди». «Ди скривэре уна лэтера ди протеста». «Пэркэ нон сипо». Смотрите, дальше открываются кавычки, соответственно, это прямая речь получается, да, этой мамы, что «нельзя ни в коем случае». «Нон сипо», «нельзя», безличная конструкция, «нон сипо абандонаре». «Нельзя оставлять несовершеннолетнего одного». Далее, девятый пропуск у нас с вами. «Секонто del racconto dell'adolescente che». И далее у нас дата пропущена. По-итальянски напомню вам, что даты у нас идут без всяческих предлогов, но важен артикль, его наличие. В общем-то, со всеми датами в большинстве своем стоит артикль «ил». «Ил 20 novembre». «Ил 20 novembre». Правильный вариант ответа «чи». «Эс дальше», смотрите, идёт время, но у нас указывается не во сколько он сел на поезд, правда, а это имеет отношение характеристика поезда. Это поезд какой? Это был поезд 14-часовой. «Эль трену дель ле кваторди че чинкванто чинкве». Соответственно, вот это уточнение к поезду мы с вами будем передавать через предлог «ди», ну и, конечно же, с артиклем «ле», потому что речь идёт о часах «ле оре». Делле quattornici e quaranta че, scusate, cinquantacинкве. Далее, смотрим с вами одиннадцатый пропуск, «иль контроллоре», контроллор, вот этого поезда, «иль контроллоре del трено, del трено, уточнение, уна синьора molto gentile, constататого che lui non aveва и soldи, денег необходимое количество, да, и soldi necesari con una i alla fine, в конце, в окончании одна у нас буковка i, остается при согласовании существительного мужского рода множественного числа и soldi, per pagare il supplemento. Смотрим далее, тринадцатый пропуск, и вот этот «иль контроллоре», она, смотрите, у нас здесь похожая конструкция, да, она сделала так, чтобы он вышел в тернии, соответственно, «farschendere qui» нам требуется прямое дополнение, это должно было быть «lo», но в случае использования «lo» превращается просто в «el apostrofo», да, «el apostrofo» перед вспомогательным глаголом, и получается такая красивая слитная конструкция «la fatto scendere», «la fatto scendere a terni», «quiedendo ad un altro ferroviere», «quiedere a qui», спросить у кого «quiedere a qui», соответственно, выбираем вариант ответа «bi ad un altro ferroviere di», «что сделать?» она попросила «di indicar li», а тут как раз «indicare a qui», указать, показать, да, соответственно, кому, a qui идет косвенное дополнение «indicare a lui», или в виде такой слитой формы с инфинитивом получается «indicar li l'orario del treno successivo». Смотрим далее, шестнадцатый пропуск в тексте в нашем «il ragazzo non si e perso danimo», «perdersi danimo», как расстроиться, да, соответственно, такая у нас возвратная форма глагола, ну и воспользуемся, конечно, формой «passato prossimo», при этом все возвратные глаголы «passato prossimo» у нас с вами спрягаются с «essere» «non si perso» и «a telefonato a casa dicendo que sarebbe arrivato». Вот это, пожалуй, наверное, для данной возрастной категории самый сложный такой момент, выбор времени здесь, да, то есть нам нужно подчеркнуть «он позвонил», чтобы сказать, что «он приедет», то есть мы хотим с вами подчеркнуть будущее действие по отношению к главному, которое у нас стоит «a telefonato», «passato prossimo», «que sarebbe arrivato», что «он только еще приедет». Здесь нам нужно подчеркнуть будущее, но по отношению к прошлому. Это важно, соответственно, выберем с вами такое время «futuro nel passato», которое по своей форме соответствует форме «condicionale passato», да, то есть выглядят они одинаково абсолютно, и выбираем, соответственно, из предложенных вариантов ответа «b», «sarebbe arrivato», «con uno ради ritardo», выбираем вариант ответа «a», не забываем при этом поставить апостроф в артикле женского рода, неопределенный артикль женского рода, и это важно, это такой бывает момент, вот прям теряется этот апостроф, а иногда наоборот, ставится там, где не нужно, вот обратите внимание, что в мужском роде перед гласной «un» не требует артикль, например, «un amigo» будет без апострофа, «un amigo» в мужском роде, а в женском роде неопределенный артикль «un amigo», обязательно нужно нам поставить его, потому что, по сути, гласная «a» просто убежала, и получается слитная красивая форма, с апострофом, «un amigo», и как здесь «un hora», соответственно. И, друзья мои, последние два пропуска, смотрим, 19-20 нам остаются, oppure, mi chiedo «per по какой причине», да, то есть, «per quale motivo», «per какой причине», «per quale motivo» «non l'anno accompagnato», «accompagnare» «qui», глагол «accompagnare» требует после себя прямого дополнения, соответственно, выбираем форму местоимения прямого «lo», «pronome direto lo», но в глаголе перед вспомогательным «passato prossimo», да, соответственно, это «lo» превратится просто в «el» апостроф, и получается вариант «a» нам подходит «l'anno accompagnato». Вот такой вот текст у нас был. Ну что, друзья, могу сказать, что он был в этот раз, мне кажется, может быть, не очень простой, но это показатель такой хороший, к чему нам нужно стремиться, особенно учитывая, что нам скоро с вами предстоит выступать в более старшей возрастной категории за 9-11 класс, соответственно, смотрите, здесь уже нам показали, на что нам стоит обратить внимание, чтобы продолжить свое олимпиадное движение дальше. А теперь тогда и мы с вами двигаемся дальше и смотрим следующий раздел. Традиционно один из самых непростых, потому что лингвы страноведения включают в себя вопросы и по географии, по истории, по культуре Италии, то есть совершенно такой разносторонний круг вопросов. И, в общем-то, тяжело предсказать, что нам может попасться, и это немножко всегда скорее лотерея, но, тем не менее, точно могу вам сказать, что традиционно так уже сложилось, что первые вопросы обычно несколько всегда относятся к географии Италии, так или иначе. Обязательно есть вопросы, связанные со знаменитыми личностями, со знаменитыми итальянцами. Конечно же, вопросы, связанные с искусством, обязательно, да, это эпоха возрождения, это знаменитые итальянцы, это физики, да, например, могут быть или путешественники, вот, поэтому вот примерно в этом направлении нужно готовиться и, конечно же, по максимуму, по максимуму, да, стараться знать, читать как можно больше информации, связанной с Италией. Итак, смотрим, какие же вопросы у нас здесь были. Первый вопрос, Милану, Эль Каполуого Делла, нужно обязательно знать главные города, регионов, всех регионов Италии, очень хорошо в них ориентироваться и, соответственно, здесь, конечно же, мы выберем вариант А, Милану, Эль Каполуого Делла Ломбардия. Тоскана и Уна Делла Реджония, смотрите, опять нас спрашивают про регионы, Тоскана это один из центральных регионов Италии, и Уна Делла Реджония и Централи, соответственно, представлять себе карту Италии и хорошо в ней ориентироваться просто жизненно необходимо для того, чтобы правильно отвечать на вопросы по стороноведению. Далее опять география, смотрите, Эльфьюме по Пассапер, мы с вами знаем, что по самая большая итальянская река и она протекает через город Торино, правильный вариант ответа А у нас будет в данном случае. Куанки Абитанки Арума Рим достаточно большой город, крупный, и поэтому примерно действительно количество жителей в Риме составляет 2 миллиона 800 тысяч, то есть правильный вариант ответа А. Дальше переходим к культуре Италии, думаю, был несложный для вас вопрос, и карнавал в Венеции famoso по маске Конечно же костюмы, маски это все карнавал в Венеции. Абсолютно верно. Дове ситрова Театро Алла Скала знаменитейший оперный театр, который знаменит и известен во всем мире. Театр Алла Скала находится в Милану. Ситрова в Милану. Нумеро сетте Конечно же из представленных здесь произведений конечно же это Джоконда это произведение Леонардо да Винчи знаменитая его картина. Нумеро отто Гиакомо Пучини. Смотрите такой тоже традиционный вопрос нас могут спросить кто это за персонаж связанный с Италией. кем он был. И здесь выбираем вариант ответа А Гиакомо Пучини è un compositore. Далее девятый вопрос Марко Поло nacque a Венеция. Марко Поло знаменитый итальянский путешественник купец и он родился в городе Венеция. Лui è un grande венециano он такой знаменитый венецианец Марко Поло. И последний вопрос из этой категории la famosa frase e pure si move и все-таки она вертится appartiene a принадлежит a Galileo Galilei un físico un astronomo italiano итальянский астроном физик и это именно его фраза. Ну что друзья вот такие у нас были вопросы по лингво страноведению и собственно давайте смотреть дальше следующая категория и в общем-то она же последняя чтение она состоит у нас по традиции из двух текстов два текста обычно бывают такой немножко разной направленности и разным стилем написаны и вот собственно здесь у нас был первый текст про мальчика Микеле который грустит скучает у окна ему нечем заняться и вот то есть такой более повествовательный описательный давайте посмотрим какие варианты ответа нужно было выбрать итак первый вопрос по тексту был и в общем-то главным таким моментом в выполнении заданий по чтению является главным условием является внимательность надо очень внимательно читать текст не торопиться и вы всегда точно абсолютно найдете в тексте указания ответы на поставленный вопрос и в общем-то мы с вами в тексте находим что это было он не знал что же ему делать чем ему заняться соответственно вариант ответа а у нас правильный далее la domanda numero due cuando debe rincasare la mamma такой красивый глагол rincasare то есть вернуться домой и опять же внимательно читаем в тексте находим mancaba ancora un hora al ritorno della mamma что буквально вот часа не хватало дословно до возвращения мамы домой quindi traunora правильный правильный ответа b третий вопрос смотрим с вами come si diverte michele как же он себя развлекает соответственно опять же внимательно читая в тексте мы с вами находим что он считал che lui cercou di contare gli schizzi che colpivano il vetro соответственно варианта ответа a правильный conta le gocce che si sbattono sul vetro далее четвертый вопрос cosa fa quando si sente annoiato что же он делает когда он грустит и опять же в тексте мы видим что он там si lascio cadere sul letto si draia sul letto он разлегся на кровати и дальше начинаются его мысли размышления что же он там дальше делает у нас perché vuole avere un fratellino un cane дальше следует его размышления о том что было бы здорово иметь братика или собаку perché per giocare non pensare alle cose brutte и этому мы находим подтверждение come sarebbe bello avere un fratellino и он рассказывает что вот собственно cosi non mi verrebbero mai queste idee orribili e così via то есть в тексте с прямым текстом в общем-то мы находим подтверждение нашему правильному ответу далее шестой вопрос che cosa gli dice la sua orribile idea что что это были за такие ужасные у него мысли и опять же там идет прямая речь и эти мысли они говорят ему hay fame hay freddo соответственно правильный вариант ответа chi che a fame e freddo далее седьмой вопрос cosa deve fare Michele опять же эти мысли говорят ему что он deve andare in cucina e mangiare qualcosa что-то съесть они ему говорят vai in cucina satsi a ti иди на кухню поешь и последний вопрос который был у нас представлен для этого текста номер 8 Michele решает резистор la sua orribile idea правильный вариант ответа a resisti un po ma poi si rende возможно глагол si rende кого-то смутил это значит сдаться больше все он не сопротивлялся больше и поддался этой мысли сдался и собственно в тексте в конце об этом идет речь что lui si fermo mi stande davanti alla porta della cucina потом он вздохнул и собственно зашел туда то есть он сдался e poi si rende alla fine ok хорошо и подходим с вами к концу у нас testo numero 2 второй текст из категории чтения здесь нам представлены утверждения по тексту и нужно выбрать какие из них правдивы какие ложны здесь текст номер 2 у нас была такая сказка или басня можем так назвать где главными героями являются и леоне лев и мышь давайте смотреть какие вопросы были и как нужно было на них ответить и топо си аррампико суда схема дэ леоне пер димостра рэ ль своя кораджо questo веро правильный вариант ответа а действительно в тексте говорится что ль топо voleва димостра рэ а тупи гли анимали че эра кораджо что бухарабри да кораджо кораджо дишатый вопрос ль леоне дормива когда ль топо салли это тоже правда мы видим в тексте что лев действительно спал и проснулся дальше одиннадцатый вопрос они не были друзьями об этом говорится в тексте вот он в общем-то лев не поверил мыши словам но то есть никакими друзьями они не были на самом деле но лев благородный решил отпустить мышь двенадцатый вопрос ль 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 не не хотят ль 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 это не правда на самом деле они очень боялись и поэтому боялись помочь оказать помощь королю леса королю джунглей тринадцатый вопрос что мышка перегрызла веревки это правда мы прямо вот это находим что мышка залезла на сеть в которую попал лев и перегрызла получается веревки четырнадцатый предпоследний вопрос это же басня у нас соответственно явно должно было все измениться и можно даже не читая текст предположить что это будет неправда и действительно лев там идет прямая речь он говорит что она важна для меня они действительно стали настоящими друзьями и пятнадцатый вопрос в общем-то здесь такого прямого указания в тексте прямым текстом предложения мы не найдем но явно мораль в сей басне именно такова что это конечно же было правда ну что друзья мои я надеюсь что нам вместе с вами удалось посмотреть внимательно детально все задания и разобраться действительно какие же ответы нужно было дать на поставленные вопросы надеюсь что вам стало все понятно все сомнения улетучились и я надеюсь что в любом случае вам удалось понять на что стоит обратить внимание в дальнейшем для подготовки к олимпиаде по итальянскому языку чтобы далее принимать продолжить принимать участие в нашем олимпиадном движении друзья мои я хочу вас поблагодарить за внимание спасибо вам большое если какие-то останутся вопросы вы мне всегда смело можете писать я с удовольствием всем отвечаю ну и хочу вам пожелать всем и бокалупо ни пуха ни пера вам желаю дальнейших побед на олимпиаде и не только была prossima, ragazzi. Arrivederci.